Всегда есть повод помочь другому с таким девизом. Киберметаллурги Первоуральска отметили профессиональный праздник. В честь Дня Металлурга сотрудники компании CyberSteel совместно с волонтерами благотворительных организаций оказали помощь пожилым людям, оказавшимся в трудной ситуации. Виталий Мотин продолжит. Каждая группа киберметаллургов получает по 9 пакетов. Три на каждого получателя помощи. В свой профессиональный праздник сотрудники компании CyberSteel делают подарки другим. Развозят продуктовые наборы нуждающимся пенсионерам и ветеранам предприятия. В цехе работал, рядовым, на прокате. Там очень такая серьезная работа. И с такой трубой делают такую, понимаешь, что-то я была. Вот я так много лет, 45 лет отработал. Столько прожил, столько прошло времени. Поэтому я очень благодарен вами. Наше поздравление, считаю, это такая благодарность за их огромный труд. Эти люди строили завод, эти люди налаживали производство на огромном заводе. Поэтому вот это наша такая небольшая, небольшой вклад, который мы можем сделать. Просто приехать их, поздравить, оказать им внимание. Я считаю, для них это очень важно. Сопричастность – одна из ключевых ценностей компании. Поэтому вместо корпоративных подарков и широкого празднования Дня Металлурга сотрудники Сайберсел решили направить средства в благотворительный фонд «Я в помощь», где реализуется проект «Помощь». Его цель – адресная поддержка нуждающихся пожилых людей. В Первоуральске оператором проекта выступает фонд «Первоуральск. 21 век». Наши подопечные – это люди старше 65 лет, у которых трудное материальное положение, они одинокие, никто не заботится, либо у них трудности в финансовом плане. Поэтому это очень полезно и всегда такая помощь нужна, и люди ее ждут. Каждая продуктовая корзина стоит 3,5 тысячи рублей. В нее входят продукты питания, средства гигиены и бытовая химия. И такую помощь киберметаллурги оказывают ежемесячно, регулярно. Наборы получают 200 пенсионеров Первоуральска. Дополнительно в честь Дня Металлурга такие же наборы получат еще 150 подопечных фонда из городов присутствия клиентов и партнеров компаний. У каждого получателя помощи своя, непростая история. У меня в прошлом году был такой случай, мы оказались в очень тяжелом положении, я заболела ковидом. Мне привезли первый раз набор как раз вот в этот тяжелый момент, когда мне было плоховастенько. Я вообще благодарна этому. За один день подарки и поздравления получили 85 человек. Создатели благотворительного проекта «Помощь» рассчитывают, что количество волонтеров будет только расти. Способствовать этому будет и личный пример киберметаллургов. Присоединиться к проекту может любой желающий, достаточно установить в своем смартфоне одноименное приложение. Виталий Мотин, Юрий Галактионов, Новости, Первоуральск.